Ожидание, волнение, ответственность. Более 5000 выпускников Чувашии сегодня писали итоговое сочинение. Его результаты станут допуском к единому государственному экзамену. Отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесло, доброта и жестокость. Своё видение, тема, размышления по этому поводу 11-классники отразили в работах. Время на сочинение 3 часа 55 минут. Условия проведения такие же, как на ЕГЭ. С собой можно взять только паспорт, ручку, воду и шоколадку. Никаких телефонов, справочников и других источников информации. В аудиториях видеонаблюдение. Операторы в кабинете, конечно, не являются учителями литературы. Сегодня в лице вообще нет учителей литературы русского языка. Ребята, естественно, самостоятельно пишут данную работу. Оценки за сочинение ставить не будут. Только зачёт или не зачёт. Я думаю, что, как и в прошлом году, дети Чувашской республики покажут хорошие результаты. Поскольку темы были известны, основные направления темы были известны уже заранее. И наши учителя-педагоги, преодолели русского языка и отработали с выпускниками этого года. Ученики с ограниченными возможностями здоровья могли выбрать вместо сочинения изложение. И время выполнения работы для них продлилось ещё на полтора часа. В Чувашии этим правом воспользовались 9 выпускников. Итоговое сочинение написали и два выпускника прошлых лет. Результаты им нужны, чтобы сдать ЕГЭ уже непосредственно в вузах. Те ребята, которые сегодня не писали итоговую работу или получили не зачёт, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Валерий Редюков, Республика.